Друзья, всем привет! На связи Александр Янюк, с вами команда ТВТ-эксперт. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня понедельник, мы готовимся к новой торговой неделе. Начинаем мы с американского доллара, который все-таки смог найти сопротивление между уровнями объема за июнь 22 и марта 2023 года. Я считаю, что техническая коррекция, которая произошла ранее со сбором стоповой ликвидности, она как раз и приведет к тому, что это будет хороший импульс для дальнейшего снижения американской валюты на международном рынке, так как долги, которые были проданы, нужно как-то обслуживать, как-то нивелировать немного. Дальше у нас европейская валюта, которая достигла цели в виде уровня объема за июнь 2020 года. Давайте посмотрим, что у нас происходит по сототчетам. По сототчетам по европейской валюте мы видим, что фонды закрывали свои лонговые позиции, шартовые в том числе закрывали, ну и хеджеры здесь все, в принципе, закрывали свои позиции. И вот то, о чем я в пятницу писал, что если этот провал будут выкупать фонды, то с большей вероятностью есть смысл присоединяться к потенциальной восходящей истории. Если же нет, то с закреплением ниже уровня объема можно рассматривать дальнейшее снижение европейской валюты вплоть до уровня объема за март 2022 года. Здесь классный минимум, который с большей вероятностью как раз за которым стоит стоповая ликвидность. И за счет этой стоповой ликвидности будут разгонять цену дальше вниз вплоть до отметки 1.07, возможно даже ниже. Мы видим, что продажи по рынку сейчас усилились и на текущий момент эти продажи приводят к успеху, соответственно дальнейшее снижение более вероятное. Швейцарский франк по швейцарству тоже обновили локальный минимум, продажи усиливаются. Напомню, что это кумулятивная дельта, то есть она учитывает и вот эти покупки в том числе. То есть текущее падение дельты, уход в отрицательную область означает, что продали больше, чем покупали за всю вот эту область, которая у меня выделена практически за весь контракт. Окей, по швейцарской валюте здесь чуть более яркие сотоотчеты. Здесь мы видим, что фонды все-таки пытаются откупать позицию. Соответственно они накопили немного лонг позиции на вот этом всем провале. И таким образом я считаю, что по швейцарцу менее приоритетно рассматривать шорт позиции. То есть евро пока более слабый инструмент, учитывая то, что фонды здесь на швейцарском франке продолжают подкупать по чуть-чуть. Да, объемы небольшие, но в целом этого будет достаточно для того, чтобы швейцарец держался как минимум в боковике. Вот, я считаю, что корреляция будет продолжаться, но швейцарец будет чуть сильнее европейской валюты. Таким образом есть смысл рассмотреть кросс-курс европеец против швейцарского франка, евро против франка. И таким образом этот кросс-курс есть смысл рассматривать в шорт. Дальше у нас австралийский доллар. По австралийскому доллару здесь все близится к тому, что будет обновление локального минимума. То есть после обновления минимума за текущий фьючерсный контракт возможен дальше разгон позиций. Давайте посмотрим, что у нас происходит по сототчетам. Фонды продолжают накапливать шортовую позицию, у них уже существенный перекос. Хеджеры, в свою очередь, практически ничего не делали, кроме закрытия позиций. И таким образом здесь чуть больше давления идет на австралийский доллар. Если мы посмотрим кумулятивную дельту за текущий фьючерсный контракт, то мы увидим, что покупки ничему не приводят. То есть кто-то там чуть-чуть подкупает по рынку, но лимитный продавец достаточно сильный и продолжает опускать цену дальше вниз. Поэтому вижу смысл тоже присоединяться к потенциальным шортовым позициям, если такие будут наблюдаться. То есть коррекция чуть вверх и уже от уровня объема можно будет рассматривать шорт позицию, если будет происходить реализация рыночного спроса и с последующим закреплением цены ниже этой реализации. То есть когда в максимум локальный будут много покупать, и это не приведет к тому, что цена будет двигаться дальше вверх. По соты индексу нам нужно дождаться более четкого сигнала, это схождение в нейтральную область, и с большей вероятностью это уже будет на следующем фьючерсном контракте. Но пока разве что сильно изменится настроение у фондов и у хеджеров за следующую там неделю, к примеру. Новозеландский доллар чувствует себя чуть сильнее, чем австралийский доллар. Мы видим это как минимум по последним нескольким дням. И таким образом кросс-курс австралийц-новозеландец продолжает свое снижение плавненькое. На этой неделе будут выходить данные по ставке в Новой Зеландии. Рынок ожидает, что Банк Новой Зеландии поднимет еще ставку на 25 базисных пунктов до отметки 5,5. На текущий момент 5,25. Вот это будет одна из самых высоких ставок среди развитых стран. Если мы посмотрим на сот отчеты, то мы увидим здесь, что тоже практически все категории закрывали, только неподотчетные чуть открыли шорта. Поэтому здесь особо позиции сильно и не менялись. Я считаю, что новозеландец будет и дальше сильнее, чем австралийский доллар. Таким образом, это будет формировать для нас прекрасные возможности для шорт-позиции по кросс-курсу австралиец против новозеландца. Новозеландца. Канадский доллар, шорт-приоритет по сут индексу здесь продолжается. Есть смысл рассматривать дальнейшее снижение этой валюты, вплоть до нижней границы вот этого диапазона. А дальше уже будем смотреть по реализации рыночного предложения. Британский фунт. На этой неделе выходят данные по индексу потребительских цен. Ожидается, что снизится, да, уже не будет двухзначная инфляция. Снизится с отметки 10,1% до отметки 8,3%. А также будут входить данные PMI и композитный, и в промышленном секторе. Там не все супер хорошо, то есть там чуть-чуть они, эти показатели снижаются. Я считаю, что по британцу будет смысл еще прокатиться в лонг, да, то есть обновление локальных минимумов, вынос шортовой, вынос стоповой ликвидности. И дальше мы еще получим неплохую возможность для того, чтобы прокатиться в лонг. Если мы посмотрим на сот-отчеты, то по британцу здесь продолжается набор лонг-позиций. Вот это то, что я рассчитывал увидеть по европейской валюте, да, когда на небольшом снижении цены фонды продолжают наращивать свою лонговую позицию. И здесь по британскому фунту они продолжают наращивать свою лонговую позицию. Таким образом, для британского фунта это позитивчик, да, и в пользу лонг-приоритета. Но с коррекцией это как раз будет более интересно выглядеть с точки зрения риск-менеджмента. Японская иена пока сильно недалеко не ушла. Я считаю, что есть смысл продолжать накапливать лонговую позицию по японской иене. Здесь у нас фонды чуть более агрессивно накапливают шорт-позицию, но и немного открывают лонг-позицию. И учитывая то, что и хеджеры, и фонды вместе открыли больше объема лонгового, нежели фонды открыли шортового объема, то здесь есть смысл как раз рассмотреть продолжение потенциального лонг-приоритета. Учитывая еще и то, что у нас крутая дивергенция на локальном минимуме, то это как раз и будет хорошим поводом для волатильности по японской иене. Более консервативный вариант это закрепление выше основной вот этой дивергенции, которая началась. То есть уход цены дальше от этой дивергенции, потом возврат закрепления выше. И после этого можно будет заходить в лонг, это более консервативный вариант. Более рисковый вариант это с реализацией рыночного предложения, когда на минимумах у нас много будут продавать под вот этим локальным минимумом, к примеру. И там уже мы на реализации рыночного предложения будем искать точки входа в лонг, на разворот. Крипта пока особо сильно не двигается, но здесь давление продавцов остается более существенным. По битку на текущий момент этого давления не так много, а вот по эфиру, к примеру, значительно больше. Учитывая то, что после Шапелла участников есть возможность выводить свои токены со стейкинга, то они пользуются этой возможностью. На текущий момент очередь на то, чтобы стать валидатором, то есть те, кто уже купили эфиры, она приблизительно где-то на месяц, так как доходность стейкинга в районе 7-8% годовых, это больше, чем доходность триджерей, к примеру. Вот, существенно больше. И таким образом спрос на этот продукт есть, но он уже реализован, да, то есть очередь уже месяц, и она сильно не растет. Таким образом уже купили эфир, и это и было тем драйвером, который держал цену в районе локального максимума по всей крипте, потому что спрос на эфир, в том числе, он порождает и спрос на другие альты. Когда цена стоит вблизи локального максимума, то участники рынка более свободны, более толерантны к риску, да, и они подкупают и другие истории, кроме битка и эфира. Вот, но на текущий момент спрос уже реализован, предложения в рынке достаточно, поэтому я считаю, что есть смысл дальше рассматривать шорт-приоритет по этому инструменту. Уход от риска в ближайшее время, он с большей вероятностью будет происходить, sell and money and go away, летом особо рисковые активы не перформят. Так, по золоту аналогичная ситуация, то есть пробили локальный минимум, здесь у нас мы видим, что фонды не наращивают свою лонговую позицию после обновления лоя, да, даже чуть-чуть сократили ее, на эту лонговую позицию, вот, и это говорит нам о том, что тренд-фоллоуин-стратегия поломалась, соответственно, дальше покупок особо много мы видеть не будем, и с большей вероятностью цену буду дальше гнать вниз, учитывая то, что отскок V-образный разворот пока не произошел. Поэтому с более глубокой коррекцией под отметку 1900 можно будет как раз и рассмотреть потенциальный лонг, но до этого времени он лично у меня шорт-приоритет. По нефти пока сильно ничего не меняется, остаемся в диапазоне и работаем в этом диапазоне. Дальше у нас газ, который уже достиг цели, и все, в принципе, лонговая идея полностью себя отработала. Да, она достаточно длительный промежуток времени заняла, но в целом результат есть, и он отличный результат. Так, фондовые индексы. По фондовым индексам, ну, пшеничку я тут пропустил, то есть, ну, здесь и не было такой красивой точки входа для присоединения пшеницу. Реализация рыночного спроса, она не привела к тому, что цену закрепили ниже, то есть не было контратаки продавцов, соответственно, и идея торговая была на шорт, но точки входа, к сожалению, не появилось. Таким образом, необходимо было пропустить эту торговую... Ну, не необходимо, не было варианта присоединиться к торговой идее. Вот. Если у нас сойдутся эти показатели снова в нейтральную область, вот тогда можно будет с отката снова ждать точку входа в шорт, если она появится. Это более среднесрочные варианты отработки торговых идей. Конечно, наверное, на младших таймфреймах там была отличная точка входа. Я не знаю, к сожалению, не смотрел. Дальше у нас фондовые индексы. Сезон отчетности завершился, там некоторые имена еще будут отчитываться, но в целом уже итоги можно подвести. 73% компаний побили свои ожидания. Ожидания были заведомо занижены, как всегда, в принципе, да. Вот. И это один из худших кварталов за последнее время. Но еще более интересно то, что на следующий квартал ожидания еще хуже. Особенно в Бигтехе. Вот. Почему особенно в Бигтехе? Так как он занимает больше всего веса в NASDAQ, в S&P и так дальше. Вот. Соответственно, падение выручки у этих компаний приведет к тому, что фондовые индексы в целом будут снижаться, даже если у большинства компаний будет хороший отчет. Вот. В этом квартале фанги отчитались отлично. Вот. Соответственно, это поддерживало цену. И вот текущий выход за пределы диапазона, он сопровождался реализацией рыночного спроса. Мы видим, да, что много покупали на максимумах. Это с большей вероятностью шортовая ликвидность. Плюс у нас дивергенция уже начала сходиться. И таким образом я считаю, что по фондовым индексам минимальная шортовая цель – это как раз нижняя граница текущего диапазона. Вот. Соответственно, при достижении этой минимальной цели можно будет закрыть половину, либо чуть больше половины объема с расчетом на то, что все-таки смогут пробить и нижнюю границу и добраться к отметке 4 тысячи вплотную к этой отметке, что является неплохим потенциалом для шортовой позиционной торговли. Так, Рассел. Рассел так никуда и не двинулся, да, все остальные обновили свои максимумы. Рассел пока стоит на месте, пока ничего интересного там не происходит. Но как только ситуация станет более благоприятной для рисковых инструментов, то Рассел один из первых будет двигаться дальше вверх, так как мелкий и средний бизнес, он лучше всего, быстрее всего отображает текущие рыночные ситуации, рыночные условия. Так, по поводу облигаций. Видим, что дальнейшее снижение идет, то есть распродует американский долг со страхами, что будет все-таки дефолт, там вроде как договорились, вроде не договорились. То есть вся эта неопределенность, она заставляет инвесторов частично избавляться. Плюс Парен сокращает существенно, сокращает свои балансы, то есть продает рынок облигаций. И таким образом это дополнительное давление. Плюс казначейство тоже выпускает все больше и больше новых облигаций для того, чтобы финансировать свою деятельность и деятельность Министерства финансов. Вот таким образом это колоссальное давление, которое и приводит к снижению. Вместе с снижением стоимости трежерей падает и стоимость японской иены, которая достаточно тесно коррелирует. Вот, я считаю, что по облигациям у нас появится просто шикарная возможность присоединиться в лонг, возможно с обновления локального минимума, возможно не будут его обновлять, протестируют, и там мы увидим реализацию предложения, и после этого можно будет добрать позицию. Я пока лонговую историю не закрываю, то есть я в ней нахожусь, это среднесрочная идея, с прицелом до конца года, возможно даже больше. Как только у инвесторов развернутся настроения по поводу снижения процентных ставок, вот в этот момент мы увидим хороший рост по этому инструменту. Так, ну пока по кросс-курсам у нас сильно ничего не поменялось, швейцарь из противного зеландца по чуть-чуть сходится, нефть против мазута здесь пока ничего интересного, золото против серебра тоже пока ничего интересного, но вот скоро уже будет стандартное отклонение, оно практически уже есть на самом деле, ну чуть больше стандартного отклонения, и там уже можно будет рассматривать точку спрэда. Вот это как раз будет совпадать с моментом, где плюс-минус золота у нас и появится локальная поддержка, да, поддержка в виде лимитного покупателя, и вот там можно будет как раз золото продать чуть-чуть, ну захеджировать покупку серебра, то есть основная идея будет отработать потенциальный рост на серебре. Это будет чуть слагом, да, то есть когда золото разворачивается, серебро еще стоит где-то там на месте, а потом достаточно быстро летит вверх. Вот точно так же, как это было и с падением на самом деле. Так, австралиец против новозеландца, здесь идея у нас продолжается, шортим кросс-курс австралиец против новозеландца. В момент расхождения больше среднего, больше стандартного, будет смысл как раз рассмотреть противоположную ситуацию, особенно после заседания Банка Новой Зеландии и решения по поводу процентной ставки. Мне слабо верится, что они поднимут процентную ставку до отметки 5,5, а как вы считаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях, либо в чатике, как вы считаете, будет идти на этот шаг Банк Новой Зеландии или нет, потому что это уже, это не знаю какое подряд поднятие процентных ставок, и они достаточно агрессивно поднимали до этого. Инфляция у них не выбивается из средней инфляции среди развитых стран. Соответственно, как по мне, это рынок переоценивает желание регулятора поднимать процентные ставки. Фондовые индексы растут, крипта снижается, фондовые индексы это тоже рисковый актив, и мы видим, что на самые рисковые инструменты у нас продолжается там снижение, продолжается давление, а вот фондовые индексы пока стоят, поэтому я считаю, что они будут играть в догонялку, то есть в ближайшее время фондовые индексы в том числе снизятся, так как аппетит к риску снизится. Да, лето это сезонный фактор для лета, и канадец против японской иены пока особо не расходится, не сходится чуть, они плюс-минус болтаются в том же диапазоне, где и последний месяц. Я считаю, что при дальнейшем провале японской иены у нас появится шикарная возможность для того, чтобы добрать позицию на сближение по этим фьючерсам, по этим валютам. На этом все, спасибо за ваше внимание, если понравилось, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, как вы считаете, поднимет Банк Новой Зеландии процентную ставку или нет. Всем хорошей торговой недели, до встречи в пятницу. Счастливо! 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 Счастливо!